Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о Евангелии от Иоанна и обратимся к шестой главе этого Евангелия. Шестая глава довольно большая, и в ней мы видим и рассказ о некоторых важных событиях и удивительные, чрезвычайно важные слова, которые говорит Господь своим ученикам и окружающим иудеям. Шестая глава начинается с рассказа о насыщении пяти тысяч человек пятью хлебами. Очень известная история, действительно удивительное, поразительное чудо, которое, конечно, запомнилось всем тем людям, которые стали его свидетелями. Незадолго до Пасхи в окрестностях Тивериады за Господом Иисусом следовало большое количество людей, пять тысяч человек – это довольно большая толпа. И Господь, увидев это множество народа, которые пришли послушать его или хотя бы просто увидеть его, посмотреть на него, вот он обращается к своим ученикам, ну, традиционный у синоптиков находимый нами рассказ. Ученики обращаются ко Христу или даже друг к другу, сомневаясь, что можно сделать, чтобы накормить такую толпу, потому что Господь не хочет их отпустить домой неевшими. А здесь евангелист Иоанн, который был, конечно, свидетелем этого события, говорит, что нет, на самом деле Христос спрашивает апостолов, а вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации, когда вот люди голодные, они долго, там, целый день следуют за Христом, слушают его, и им еще нужно возвращаться домой, а есть здесь нечего, что можно сделать в этой ситуации. И евангелист Иоанн говорит, что, задавая Филиппу этот вопрос, Христос испытывает его, ибо сам знал, что хотел сделать. Обращает внимание на себя и ответ Филиппа, потому что в подобной ситуации довольно естественно для человека пытаться найти решение, придумать что-то. Ну и, по-видимому, скорее всего, кто-то из учеников предлагает сбегать в ближайшую деревню в магазин, чтобы купить достаточное количество пищи, но Филипп, собственно, уклоняется от ответа на вопрос, говоря, что, ну, им и на огромные деньги не хватит хлеба, мы не знаем, что тут можно сделать. И потом вот Петр и Андрей, брат Петра, предъявляют Господу Иисусу парнишку, у которого тут вот оказались пять хлебов и две рыбины где-то в корзинке. Опять-таки, не рассказывая, что именно следует сделать. Это, на самом деле, очень поучительная вещь, потому что, скорее всего, Господь и ожидает от своих учеников чего-то подобного. Ты скажешь, что нам сделать, ты скажешь, что мы можем сделать в этой ситуации. Вот что есть у нас, а что с этим делать, это тебе решать. Думаю, что это довольно важная вещь. И вот дальше, как все мы знаем, конечно, Господь рассадил все эти пять тысяч примерно человек на траве и преломил и раздал ученикам. Для самого евангелиста, по-видимому, ключевым моментом, ключевым моментом в главе и в этом рассказе, в частности, является одиннадцатый стих «Иисус взял хлеб и, воздав благодарение, раздал ученикам». Он не просто сказал волшебные слова, какие-то или ничего не сказал, там, преломил и раздал, и сказал «раздавайте». Так что хлебы умножились. Нет. Это чудо происходит через благодарение Богу. Через благодарение, которое всегда для иудейской традиции благодарение за сотворение мира, за жизнь и за завет, который Бог дает нам. Вот Господь поднимает эти хлебы над землей и говорит «Благословен ты, Господи Боже наш, изводящий хлеб из земли». То есть, на самом деле, вот, собственно, преломляя эти хлебы, раздавая их через учеников, Господь вовлекает всех этих людей вот в такую благодарность Богу здесь и сейчас, на том самом месте, где они находятся. И довольно понятно, конечно же, что люди, которые видят это чудо, говорят, да, это действительно тот пророк, которому должно прийти в мир, тот, кого мы ожидаем. Правда, потом оказывается, что все-таки в очень большой степени они были впечатлены самим по себе чудом умножения пищи и меньше той благодарностью Богу, которую приносит Иисус. Но это еще этот аспект. История еще несколько впереди. Дальше следует 15 стих, удивительно ироничный. Я бы сказал, довольно мало можно найти в Новом Завете таких настолько ироничных мест, хотя сам Господь иногда пользуется этим приемом. Вот здесь Евангелист говорит, Иисус, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Потому что, мне кажется, трудно придумать что-нибудь более глупое, чем попытка застать Бога врасплох. Прийти и нечаянно его схватить. Того, кто только что из питью хлебами накормил пять тысяч. Ну и очень важно, что люди хотят сделать его царем. Не потому, что они согласились с его проповедью, не потому, что они приняли его свидетельство об отце, а потому, что при нем можно жить сытно и не работать. И вот от этого Господь уклоняется самым категорическим образом. Быть царем – это не тот путь, на который он соглашается. Очень важная на самом деле вещь вот в этом 15 стихе. Дальше Евангелист рассказывает о том, что пока Господь Иисус там на горе, ученики входят в лодку, отправляются на другую сторону моря, в Капернаум. И вот подул сильный ветер, и море стало штормить. Евангелист Иоанн пропускает те детали, которые уже были рассказаны синоптиками, потому что он пишет через добрый четверть века после того, как написали свои произведения синоптики, и не видит нужды в том, чтобы повторяться. Но он говорит о том, что вот они увидели Иисуса, который говорит «это я, не бойтесь», «это я, не бойтесь». Очень важные слова, которые Господь повторяет очень часто. «Я, я, это я, не бойтесь», потому что это важный для людей призыв – увидеть того, на кого можно опереться, причем не вообще какую-то абстрактную мифическую фигуру, а вот именно Иисуса. «Это я, не бойтесь», – говорит он и своим ученикам, и через Евангелист Иоанна всем читателям. Дальше он рассказывает, что люди, которые ели хлеб по благословению Господнем, находят его снова, приходят, спрашивают, когда ты сюда пришел, и Господь говорит им, вы ищите меня не потому, что увидели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Даже не необычности какие-то, что, собственно, есть чудеса, привлекают нас, а именно насыщение. И, ну, в общем, судя по рассказу евангелиста, Господу вовсе не по вкусу такие отношения. «Вы ищите меня, потому что ели хлеб и насытились». Это такое, в общем, ведь очень потребительское отношение к Богу, которое для людей губительно. Для людей губительно. И поэтому Господь, продолжая, говорит, старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную. Здесь он, конечно, следует логике экклезиаста, который говорит, все труды человека для рта, его сердце же его остается без насыщения. И вот он предлагает различать пищу тленную, то, что, конечно, нам необходимо, и знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всем этом, пищу тленную для тела и пищу, пребывающую в жизнь вечную, то, что делает нас способными жить вечной жизнью, то, что поднимает нас над уровнем сиюминутного плоского и временного мира, пища, пребывающая в жизнь вечную. Что это такое? Это ведь, в общем, загадка, и над этими словами Христа невозможно не задуматься, ты не поймешь их, если не задумаешься как следует. И вот Господь говорит, это пища, которую даст вам Сын Человеческий, потому что его для этого посылает Бог, на нем положил печать свой Отец Бог, пища, которую даст вам Сын Человеческий. Очень может быть, что здесь евангелист Иоанн, скажем, рассказывает несколько неподряд, потому что некоторые логические элементы этой речи он пропускает. Буквально двумя главами выше, в 4 главе, Христос говорит ученикам, «У меня есть пища, которую вы не знаете, пища моя есть творить волю пославшего меня». Вот это как раз довольно ясное представление о том, что значит пища, пребывающая в жизнь вечную, творить волю Отца Господа Иисуса Христа. И в продолжении этой логики слушатели говорят ему, «А что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» В 4 главе Иисус говорил ученикам, «Моя пища – творить волю Отца Моего». Что нам делать, чтобы творить волю Отца Твоего, чтобы творить дела Божьи? Что ты нам предлагаешь сделать, изменить в нашей жизни, вместить в нашу жизнь? Что будет для нас этой пищей, пребывающей в жизнь вечную? И вот Христос говорит, «Вот дело Божие, чтобы вы верили тому, кого Он послал, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Обратите внимание, что, собственно, Иисус говорит это людям, которые стоят перед Ним и на Него смотрят. Поэтому здесь очевидным образом речь не идет о том, чтобы верить в то, что Христос существует. Что в это верить? Они на Него смотрят буквально в упор лицом к лицу, могут протянуть руку и прикоснуться. Нет, конечно, здесь речь идет о доверии. Вот эта вера, укрепляющая человека, вера, которая становится пищей сердца, которая становится пищей, пребывающей в жизнь вечную. Это доверие тому, кого послал Отец наш Небесный. Именно это, собственно, и понимают его слушатели. Поэтому они спрашивают, «А какой ты дашь нам знак, чтобы мы тебе поверили? Вот, там, наши предки, им была дана манна небесная. А что ты делаешь?» То есть они его спрашивают о том, что могло бы укрепить их доверие. И здесь начинается очень важный разговор вообще во всем Евангелии. Господь говорит вам, «Нет, это не Моисей вам дал хлеб с неба. Отец мой дает вам истинный хлеб. То, что питает человека, настоящий хлеб Божий, есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Потом он будет говорить о себе, как о хлебе небесном. Я есть хлеб жизни». Значит, Иисус в этом месте говорит о себе, как о том, кто дает жизнь миру, кто становится пищей для всего мира, для всех людей. И, знаете, это в каком-то смысле самая поразительная и неожиданная идея в Евангелии, потому что кому вообще могла, кроме Бога, прийти в голову такая идея, стать бесконечным источником пищи, чтобы давать жизнь миру? Ведь это совершенно подпоразительно. И всякий раз, когда мы приступаем к этому хлебу, чтобы питаться им, мы призваны поразиться, возрадоваться, наполниться этой силой, вот этой удивительной любви Божьей. И в 35 стихе дальше Господь говорит, когда слушатели говорят ему, «Да, да, да, давай нам скорее истинный вот этот хлеб, который исходит с небес, который дает жизнь миру, давай нам всегда такой хлеб». Как самарянка тоже ему говорит в 4 главе, «Дай мне эту воду, чтобы мне не приходить сюда черпать». Ну, конечно, люди поначалу пытаются по-своему, по-человечески, на очень, я бы сказал, приземленном таком уровне понимать слова Христа. И дальше Господь говорит, «Это я хлеб жизни, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Собственно, когда нам не хватает сил жить по правде Божьей, когда мы не обнаруживаем в себе ни ресурсов, ни решимости исполнить заповедь Божью, какую бы ни было, какую бы ни призваны мы были в данный момент исполнить, когда мы понимаем, что все, что мы делаем, тлен и рассыплется от дуновения ветра на следующий день после нашей смерти, когда вот вся эта непрочность и несовершенство жизни мучают нас, важно очень помнить эти слова Христа. «Это во мне ты можешь обрести пищу жизни, это я хлеб жизни, я есть хлеб жизни». Питаться Иисусом, только так мы можем действительно и свою жизнь изменить, и наполнить ее жизнью. И тот, кто ко мне приходит, ни к чему-нибудь другому, понимаете, ни к каким-то абстрактным или благим идеям, практикам, ни к чему-нибудь другому, лично к Иисусу, тот не будет толкать вовек. Действительно, когда Иисус становится пищей нашего сердца, когда мы стараемся напитать свое сердце общением с Ним, участием в том, что делает Иисус, в диалоге с Ним. И это, конечно, потрясающе важные слова. 35 стих. «Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать». И буквально через строчку Господь говорит еще одну потрясающе важную фразу, потому что в логике его разговора со слушателями, когда он говорит «это я хлеб жизни, если вы ко мне будете приходить, вы не будете голодать». Следует с их стороны некоторый запрос со стороны слушателей на то, что «ну как мы к тебе придем, мы не умеем этого ничего, и верующий в тебя, ты говоришь, не будет жаждать вовек». «Ну а что там, какая у нас вера, так только одна видимость, да, только одни слова, ну что мы будем пытаться приходить к тебе? Грешные и недостойные, грешные и недостойные». И вот на это Господь говорит слова, наполненные, мне кажется, для людей удивительной надеждой. Он обещает «приходящего ко мне не изгоню вон». Приходящего ко мне не изгоню вон. Понимаете, мы обращаемся к Иисусу, конечно, из очень глубокого несовершенства, не избавившись от грехов, не освободившись от своих стереотипов, не понимая вообще, где правда, где ложь, часто движимые далеко не чистыми, а часто очень корыстными мотивами, тем, что нам там трудно и страшно, и чем угодно. Никто, я думаю, может быть, кроме его матери, не может сказать, что мы по-настоящему чисты в своих мотивах, намерениях и путях приближения к Богу. И, конечно, на этом пути тоже мы делаем большое количество ошибок. Вот это наше несовершенство человеческое, ну, в общем, когда моклов меч висит над всеми нашими попытками прийти к Иисусу. И, конечно, легко возникают у нас какие-то такие картины, когда люди пытаются добраться до неба и что-то им на пути все время мешает, пытаются там столкнуть их с духовной лестницей и прочее. Ну, в общем, вполне, я бы сказал, литературные такие мотивы. Но Господь говорит не об этом. Он говорит того, кто пытается прийти ко мне, приходящего ко мне, я его не выгоню. Того, кто нуждается именно в Иисусе, не в абстрактных руководящих идеях. Идеи не могут ни принять, ни изгнать никого, кто за ними гоняется. Но того из нас, кто обращается именно к Иисусу и говорит ему, я в тебе нуждаюсь, я к тебе хочу прийти, я хочу, чтобы ты был моим учителем и наставником при всех наших несовершенствах и там заблуждениях и так далее. Иисус обещал, что он не изгонит вон такого человека. Мне кажется, одно это потрясающая надежда для каждого, в том числе, знаете, даже, я бы сказал, для тех, кто не знает Иисуса, но пытается выстроить свою жизнь по его правде, по его заповедям, по его любви и свету. Это тоже ведь попытка прийти к нему. Я не изгоню вон приходящего ко мне. Мне кажется, знаете, для того, чтобы мы могли не быть побеждаемы страхом, ну, мы в довольно трудном, скором и страшном мире живем, чего говорить, да, но чтобы не этот страх нами руководил, а действительно мы были живы даже в таком мучительно трудном мире. Вот очень важно помнить, Иисус не выгонит нас, если мы действительно ищем лично его, лично его. Это удивительные, совершенно очень важные в шестой главе стихи. И дальше с 37 по 40 Господь развивает эту мысль и говорит, что он это делает, потому что он для этого пришел, я сошел с небес, чтобы творить не свою волю, а волю пославшего меня отца. Ну хорошо, прекрасно, а что это за воля пославшего тебя отца, спрашивают его, вот он говорит, воля отца в том, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но воскресить в последний день. И тоже насколько удивительной и яркой становится наша надежда, как может укрепить наше сердце на путях правды Божьей, знание этого откровения, знание того, что нет воли отца, чтобы погиб один из нас, что воля отца в том, чтобы все то, что он дал Иисусу и человеческую природу, и всех нас, и весь этот мир, не погубить, но воскресить в последний день. Если мы об этом помним и опираемся на это, то у нас действительно есть возможность двигаться за Христом, как-то свою жизнь действительно строить на вот этом основании надежды и доверия, доверия тому, что приходящего к нему он не изгонит вон. И еще в общем о том же самом 40 стихе Господь говорит воля пославшего меня, то есть воля отца небесного в том, чтобы всякий видящий сын и верующий в него имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Значит, Господь говорит о том, что когда мы смотрим на него, это ведь имеет отношение не только к тем, кто в этот момент стоит перед ним, но и к тем, кто слышит рассвидетельство апостолов об Иисусе, к тем, кто читает Евангелие, к тем, кто читает какие-нибудь исторические исследования, все, что угодно об Иисусе, ни о чем-нибудь другом, а именно и лично об Иисусе, то есть тот, кто видит его, доверяет его словам и его делам, имеет жизнь вечную, так захотел Отец. Он дает нам эту жизнь, Отец наш Небесный, именно когда мы на Иисуса смотрим, когда мы Иисусу доверяем. Слова Христа «Я есть хлеб, сошедший с небес», конечно, вызывают весьма негативную реакцию, ну и евангелист этого не скрывает, наоборот, для него в сюжете всей этой истории, в том, как меняется отношение людей к Иисусу от толп, которые ходят за ним, чтобы его послушать, до распятия, вот, для него это важный очень момент беседа о том, что Иисус это пища жизни, хлеб, сошедший с небес. Вот он, Иоанн рассказывает, возроптали на него иудеи и стали говорить, что вот он говорит что-то неправильное, какой-то там вздор, кто это может сказать, вот он, сын Иосифа, отца и мать его мы знаем, и так далее, и тому подобное. И вот в ответ на этот ропот иудеев Господь говорит довольно печальные конечно и важные слова. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Слышавший от отца и научившийся приходит ко мне. В первую очередь это, конечно, отсылка к Синайскому завету и к откровению пророков. Господь говорит о том, что когда люди пытаются последовать той правде Божьей, которая хотя бы частично в законе и в откровении пророков нам дана, когда мы по этой правде пытаемся поступать, тогда мы сможем узнать Иисуса, тогда Отец Небесный сможет сердце твое привлечь к Иисусу. А если для тебя это не практика жизни, не ежедневная какой-то не ежедневный путь, когда ты учишься у Отца Небесного, то ты Иисуса не сможешь узнать, принять, что именно Он есть хлеб жизни. Иисус говорит о том, что ну вы никто не можете видеть Отца, но у вас есть опыт пытаться следовать Его заповедям. И для тех людей, кто действительно этот опыт честно пытается приобрести, Иисус становится хлебом жизни. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, я хлеб жизни. И дальше Он разъясняет, ну в какой-то степени разъясняет это. Весьма вероятно, что здесь Евангелист компилирует высказывания Иисуса, которые были там не одномоментно, а может быть в нескольких разных, хотя и похожих ситуациях высказаны. Господь говорит, я хлеб, сошедший с небес, едущий этот хлеб будет жить вовек. И хлеб, который я дам, это плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Что значит есть его как хлеб? Ну, в конце концов, реально, на практике, что это означает? Еще до Тайной Вечери видите, его ученики, да и все остальные слушатели тоже, скорее всего, совершенно не способны понять этого. Но все-таки, тем не менее, Господь говорит, я сам, вот именно я, плоть моя, не еще раз там, образ, идеи, наставления, что угодно, я сам, личности Иисуса Христа в его богочеловеческой реальности, да, Сын Божий воплощенный, я сам, моя плоть, вот это жизнь мира, это хлеб, который я дам. Поразительная вещь. Дальше, когда иудеи, конечно, пытаются понять вообще, что он имеет в виду и как это можно понять, Иисус говорит им, если не будете есть плоти Сына человеческого и пить кровью, вы не будете иметь в себе жизни. Ну, во-первых, это разговор о том, что если вы не будете питаться мною, то есть тем, кто воплощает в себе Бога на земле, в каком Сын Божий воплотился, если отношения, встреча, общение с Ним и участие в Его жизни, вот что тоже ничего важно, не станут для нас питательными, ничего не выйдет. Но еще, конечно, обращает на себя внимание глагол, который здесь евангелист Иоанн употребляет, потому что там, где в нашем синодальном переводе слово есть, в греческом не совсем есть фагоо, а глагол трогу, который означает буквально грызть, желать физически, физически речь идет все-таки, конечно же, о таинстве, которое Иисус установит, и евангелист Иоанн, когда он пишет об этом, он, несомненно, это имеет в виду, поэтому он выбирает этот глагол, при том, что не так много слов греческих у евангелиста Иоанна в его распоряжении, тем не менее, вот он говорит, когда вы будете именно физически жевать плоть сына человеческого и пить кровь его, вот это будет жизнь вечная, конечно, мы не можем сейчас понимать это иначе, чем через хлеб и вино, которые в таинстве Христовом становятся его плотью и кровью, и да, конечно, его ученикам и его слушателям это очень трудно услышать и понять, но тем не менее, мне кажется, для нас это тоже важная вещь, важная участие в той тайной вечере, которую Иисус совершает. Есть физически, да, тот хлеб, который он берет в свои руки, участвовать в его благодарственной молитве, потому что речь вовсе не идет только о части этого таинства физическое, телесном причащении, конечно же, ну вот там последние 30 лет того, как развивается наша церковь, наши отношения с Богом, это в общем становится довольно заметным, потому что да, за 30 лет мы стали гораздо больше последовательны в своем понимании того, что надо жить, питаясь его телом и кровью постоянно и стараемся причащаться как можно регулярнее. Да, это действительно так, но так ли многое изменилось? Вот сейчас эта коронавирусная истерика, которая лишила нас такой физической возможности на некоторое время, весной, да, показала, что буквальное понимание вот этих слов Христа, к которому мы очень привыкли, очень привыкли, и уже, кажется, поняли, что это так. Это еще не все, потому что питаться плотью и кровью сына человеческого еще означает участвовать в его таинстве. Невозможно, знаете, просочиться в сионскую горницу в конце тайной вечери, схватить со стола кусок хлеба и удрать, не вникая в то, что там происходит, что совершает там Господь Иисус, вот это вот благодарственная его молитва, это тоже вещь совершенно необходимая. Ну, вот, тем не менее, для слушателей Иисуса это как раз было относительно понятно, а что было непонятно и что было нужно втолковать им, это то, что, как говорит Господь, плоть моя истина есть пища и кровь моя истина есть питье. Он Сам, именно Он и есть эта пища. И дальше еще Господь предлагает некоторое пояснение, не то, что прям в буквальном смысле пояснение, но все же в 57-м стихе Он говорит, как отец меня послал живой, и я, говорит Иисус, живу отцом, так и идущая меня жить будет мною. Вот потом эта мысль еще встретится нам в разговоре о прощальной беседе после тайной вечери. Я, говорит Господь, живу отцом, и идущая меня жить будет мною. И я здорово сомневаюсь, что можно более или менее однозначно истолковать эти слова. Наоборот, это, мне кажется, слова, вот весь этот фрагмент, наверное, с 53-го по 59-й стих, над которым каждому из нас следует думать, чтобы где-то в сердце, в глубине личности понять и почувствовать, что это такое. Когда мы пытаемся объяснить эти слова Христа, обязательно получаются довольно узко и субъективно, надо искать самому у Христа ответ на вопрос, что для меня значат эти слова, жить тобою, тело твое истинно пища. И вот ученики его изумляются, говорят, как это странно, как это можно слушать. И Господь отвечает, откликается на это и говорит, я говорю вам слова, которые есть дух и жизнь, слова, которые могут открыть вам действительно пространство жизни перед Богом. И он говорит, я говорил, говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от отца моего. Нам очень важно доверять этим словам Христа, когда мы видим, как люди приходят к нему своими путями, не такими, какими приходим мы. Это серьезные очень вещь. Но для учеников разговор трудный очень, и поэтому Господь спрашивает их, не хотите ли вы отойти. Синоптики Матфей, Марк и Лука рассказывают эту историю в общем сильно по-другому. в их рассказе Господь задает им более нейтральный вопрос, за кого вы почитаете меня, хотя отвечать на этот вопрос тоже нужно и тоже трудно. И синоптики говорят о том, что вот Петр исповедовал его Христом, сыном Бога живого. На вопрос вы за кого почитаете меня, Петр сказал, ты Христос, сын Бога живого. Иоанн рассказывает ту же самую историю о том же самом исповедании Петра в окрестностях Кесарии Филипповой совсем по-другому, когда очень многие, считая, что Иисус говорит какие-то странные вещи и не желая искать ответы на вопросы, уходят от него. Вот Иисус спрашивает своих учеников «Не хотите ли вы отойти?» Вот такой вопрос. Так же важный, хотя и по-другому сформулированный, чем «А вы за кого почитаете меня?» и вопрос, на который каждому из нас приходится отвечать самому. Кто ты для меня? Кто я для тебя? спрашивает Иисус. не хочешь ли и ты уйти куда-то? Куда-то? И ответ Петра в Евангелии от Иоанны здесь звучит более развернуто. Он говорит Иисусу «Да, нам очень трудно с тобой, но у тебя слова жизни, а к кому нам идти?» Господи, к кому нам идти? Мы, может быть, и пошли бы, если бы где-то еще была жизнь, слова жизни вечной, но их нет нигде, они у тебя. Вот Петр говорит, ты к кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной, и мы поверили и поняли, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот Петр не просто триумфально исповедует его Сыном Бога Живого, он говорит нам по-человечески трудно, мы многого не можем понять, но мы знаем, что в твоих словах жизнь, и поэтому понимаем, что вот ты действительно Сын Бога Живого.